Всем шалом, добрый вечер. Мы сегодня, продолжая разбор законов мукцы, законов шаббата, мы займемся двумя аспектами. Мы разберем, снова мы будем предметы, аксессуары всевозможные, которые называются килим. Мы на прошлом уроке разобрали кли шимилахтолий и сур, то есть предмет, который он используется для запрещенного действия, его законы. Сегодня мы разберем кли, называется шимилахтолий и сур влейтер, то есть предмет, который используется и для запрещенного действия, и для разрешенного действия, и какие его законы. И во второй части урока, точнее, скажем, не второй, а в третьем, может быть, четверти последнего урока, мы займемся законом кли шимилахтолий и тер, то есть, в принципе, предметом, который вся его деятельность разрешенная. И что, какие законы есть у него особые. То есть, свои есть или нету, то есть мы это разберем. Итак, мы начнем с кли шимилахтолий и тер влейтер, то есть, да, для запрета и для разрешенного, и для запрещенного действия. Дело в том, что как мы определяем, для чего предназначен предмет или аксессуар, который используется, это запрещенное действие, запрещенное действие, только разрешенное. Мы это определяем по тому, в каких случаях, то есть, что больше, чего больше, какого используется, такого или другого. Например, если больше этот предмет используется для разрешенных действий в шабаатах, или, допустим, даже половина на половину, то он будет, скажем так, обозначаться в Аллахе и в законе, как клищи милахтоли и тер, то есть, в принципе, предмет для разрешенного действия. Так выходит Змагена Врамы и Шри Мишна Брура. Но если ровташвишу лейсу, то есть, большая часть использования его для запрещенного действия в шабаат, даже если иногда пользуются им для разрешенного, тогда в этом случае это становится обыкновенным клищем для ровташвишу лейсу, предмет для запрещенного действия, и он, естественно, запрещен, как мукцы, и его можно использовать только для тем определениям, которые мы определяли на прошлом уроке. По мнению Примагадим, Вешил Абрагам, когда мы сказали, что если большая часть использования предмета, любого, то есть, чуть-чуть больше предмета, статистически больше, но используется для запрещенного действия, оно является клищем, милахтоли и тер, предмет для запрещенного действия. Откуда он это берет? Он приводит доказательства этого из слов «рошба», в его комментариях на Тархат Шаббат, он говорит по поводу кадыра. Кадыра – это вид кастрюли такой древней, и он говорит, что в принципе это кастрюля, а большая часть использования кастрюли для чего? Для того, чтобы варить в ней еду. И иногда ее используют для того, чтобы в ней содержать воду или класть туда фрукты. То есть, так объясняет, так говорит прямая роша рошба, таким образом, кастрюля будет являться клищем, милахтоли и сур, то есть, предмет для запрещенной деятельности, так как большая часть его использования происходит, действительно, для запрещенных вещей, и так, действительно, приводит мишна бурра. Но есть интересный момент. Хакатсхан, дюралаха, задается вопрос. Слова при магазине такие уж простые. Дело в том, что рошба написал, то есть, слов рошба выходит, что по идее, что клищем, милахтоли и сур, то есть, да, это тогда, когда глобально предмет предназначен для запрещенного действия. И только иногда, так написано в рошба, иногда его используют для разрешенного по поводу этой кадры, этой кастрюли, в которой, в котором обычно готовят, и иногда там держат воду или пруф. То есть, иногда это не статистически больше, а иногда получается, что предмет, который просто статистически так получилось, что у него двойное предназначение, но статистически выходит, что ему пользуется больше для запрещенного действия. Может быть, он не будет мукци вообще по причине того, что человек, что такое мукци? Мы скажем, когда человек убирает из своего, скажем так, внимание и своего, то есть, скажем так, сознания, этот предмет, потому что с ним нечего делать шаббат. Он как бы вот. Но если есть какой-то предмет, что можно использовать и так, и так, даже статистически чуть больше его используют для запрещенного действия, то человек не обязательно вводит его из своего сознания в шаббат, что он не будет им пользоваться. Таким образом, говорит Мишнаббура, скорее всего, может быть, это не является клещем брах-толи и сур, даже если статистически иногда, то есть, получается, что он больше пользуется для запрещенной вещи. То есть, я уберу, может быть, то, что определяет, что это клещем брах-толи и сур, это когда всегда его используют для запрещенного действия, и у него только иногда используют для разрешенного, и тогда человек не держит в своем сознании как предмет, которым собирается пользоваться в шаббат, и он становится, естественно, мобцем. На Аллаху принято, что действительно, в конце концов, ведут по большинству, потому что сам бюро Аллаха остался, существовать за царь их вьюн, то есть, да, надо разобраться, то есть, у него нет окончательного вывода, у него нет, скажем так, окончательного слова, только вопросы. По этой причине принято, что клещем и большая часть использования предмета для запрещенного, хотя у него есть разрушенное действие, является мукци из разряда клещем и лавку листов. Например, пирочинный нож. Возьмите пирочинный нож. Пирочинный нож, которого есть один из лезвий, который достается, это ножницы. Ножницы это, по идее, запрещенная штука, то есть, да, это мукци. Но из-за того, что большинство его лезвий, это всевозможные ножи, которые можно использовать, или, допустим, штопор, и это можно все использовать для разрешенного действия, таким образом, этот пирочинный нож не является мукци. Почему? По причине того, что большая часть его действий, большая часть вещей, которые, то есть, на нем нацеплены, является предназначенной для разрешенного действия. резать там колбаску, резать салатик, можно именно резать всевозможные вещи, которые можно делать в шаббат, пробовать в бутылке вскрывать с вином. И только есть там ножницы, которым пользоваться нельзя, по этой причине это не становится мукци. Единственное, что нельзя, это вытаскивать из пирочиного ножа, это лезвие, которое является мукци. Все остальное не запрещено. Окей, давайте сейчас, то есть, вот, когда принцип, принцип и понятен, я думаю, что давайте пройдемся по примерам и разберем их. Из этих примеров у нас в принципе станет понятно и принцип. Начнем с телефона. Или, скажем так, с телефон-целлюлярой. То есть, да, как, не знаю, по-русски его назвать. У нас телефон, телефон-целлюлярой, мобильник, вот, с мобильником. Тут я, кстати, предупрежу сразу, что я сейчас буду говорить, он меньше относится с смартфоном. То есть, смартфоном в айфонах все-таки больше относятся, скажем так, к более старым моделям телефона, но и так далее. Или тем, которые еще до сих пор в некоторых оригинальных полях, оригинном мире, они не используют смартфоны и айфоны, поэтому у них это еще может быть релевантно. Нам почти это не релевантно, но вдруг, то есть, да, у кого-то есть такие телефоны и, в принципе, и к смартфону тоже может быть к этому будет отнесется. Окей, мы уже, как мы будем, через Примагадим, Шнабура и Шмеша Баркл Харта, что мы идем за ровто шмешок. То есть, да, большая часть использования что-то, что это. И действительно, то есть, есть те, которые используют телефон и раньше использовали как часы. То есть, да, в принципе, смотрели, смотрят на телефоне на часы. Со смартфоном это проблематично, потому что у смартфона черный экран, то есть, чтобы увидеть часы, нужно нажать на кнопку. То есть, да, только тогда можно увидеть часы. По этой причине это запрещено всегда. То есть, да, там ничего, темный экран, чтобы на него посмотреть. Поэтому со смартфоном нечего делать особо. В любом случае, есть телефоны, у которых часы видны здесь, посвечиваются в старые, у Харидима есть какие-то телефоны еще. И, в принципе, его можно использовать как часы, чтобы смотреть время, но с другой стороны, естественно, основное его использование это разговоры, WhatsApp, то есть, WhatsApp нету в тех телефонах. И получается, что, так как большинство используют для запрещенных действий, он к личным рахтули и сортли, предмет для запрещенных действий. Таким образом, у него запрещено двигать и так далее, кроме, если сорок гуфомы куму, то есть, нам нужно, его место умешается или его, его использовать как бы по назначению. Например, если использовать его как будильник, если мы используем часы как будильник, то и по столу он начал звенеть и мешает нам спать. То есть, да, раз бы разбудил, но мы хотим, чтобы он не будил других или, допустим, мы неправильно поставили, он сменит, а мы хотим спать последний ночи, не знаю, то, в принципе, можно его взять и перенести в другое место и положить его там, где он не будет мешать нам спать дальше, пусть и сменит, сколько ему влезет. Почему? Потому что он кричит в рахтулису, это для сорок гуфо или муфома. Вроде так. И так действительно писал Орфот Шаббат как принцип, то есть, вроде бы, с другой стороны он приводит от меня не рафшла Мазармана Орбаха, что нужно устрожить и не пользоваться телефоном и не трогать его вообще. Почему? Потому что трогать телефон, переносить его и так далее выглядит, как будничное действие. И мы об этом учили. И это он написал перцак до лаби и корей Шаббат. То есть, да, это большой пробой в центральных, скажем так, услоях Шаббата. Поэтому он сказал, что стоит устрожить. Это другое мнение. Здесь как бы среднее мнение, с кого мы начали, это что? Это кличем рафтулисур и в случаях, когда он жилет сорок гуфо муфома, то есть, можно это передменить. Орхот Шаббат привел более крайне запрещающее мнение. Вообще его двигать нельзя. То есть, по причине того, что хотя вроде бы да, можно двигать, но лучше с телефоном не играть. Есть мнение очень интересного рафтаблиора. Приведено рафтаблиор, который был раввином Хеврона и Киратарбы. Большой Толмитхахам. Сейчас он вышел на пенсию. То есть, он сложил с себя все обязательства раввина города. И он, скажем так, стал частным лицом. Занимается изучением Тора при преподоне писанием книг, и далее. Он говорит, что мобильный телефон вообще не является клещем на пенсию. Он не мукц вообще по определению. Для кого он не мукц для определения? Для тех, кто пользуется как часы. Поэтому он говорит человек, который пользуется телефоном как часами. То есть, да, в этих смартфонах не работает. старых телефонов часы постоянно были высвечены. Таким образом, он имеет право использовать этот телефон по назначению как часы. И в этом нет проблемы. Более того, говорит раввина что человек, которого жена должна, например, родить. То есть, да, и он должна родить, и нужно ее будет везти в больницу на роды. Он сказал, что человек может в шаббат положить телефон в карман включенный. То есть, да, и чтобы, если он ей нужен будет, она сможет вам позвонить, таким образом дать ему знать, что срочно возвращайся домой, подбывайся, иди, вези меня в больницу. Кстати, этот сакраводов леора можно использовать и полагаться на него. В крайнем случае, когда есть тяжелобольные люди и так далее, это можно положить на это. в любом случае выходит здраводов леора. То есть, да, что в принципе мобильный телефон является часами, кроме всего прочих, не смартфон. Снова я повторяю, не смартфоны, а более старые модели, которые используют в хоридином мире частично, то есть сегодня. Потому что там тоже есть смартфоны, у некоторых уже только кошерные смартфоны. Я говорю про некое, то есть, те кошерные, которые более старые телефоны. И дело в том, что Ильхи Токера, то есть книга из Токера, тоже идет в сторону Раудову Леора и говорит, что в принципе мобильный телефон, в нем есть часы, то есть, да, используют часы, и люди используют обычно, то есть, как часы в будние дни, он не является мукцем по определению. И в этом нет запрета. Хотя в конце он пишет, что лучше его не носить по причине того, что с опасностью нечаянно позвонишь и так далее, лучше не трогать, пусть лежит отдыхание. и не мешается. По этой причине, то есть, он считает, что если надо будет передвинуть шаббат, то в принципе проблем никакой. Это, скажем так, глобально разное мнение. По-настоящему на Галаху, то есть, да, просто мы разобрали разное мнение, на Галаху стоит все-таки устражить. Устражить по причине, особенно с нашими смартфонами, сегодня в основном это смартфоны, поэтому уже очень тяжело найти телефоны, которые действительно используются как часы. Шалом Игорь. Телефон, мобиль, который используются как часы и все, то есть, потому что на смартфоне нужно нажимать кнопку. Нажимая кнопку, мы уже нарушили шаббат, поэтому в причине это не релевантно в шаббат используются часы. Но нужно запоминать, что в принципе есть еще одна проблема. Есть проблема, что может быть смартфоны и айфоны и так далее, они даже не к лишним рафтой листу, я тоже упоминал, а они являются мукцами хамат хислон кис. Почему-то что они мукцы по своей ценности, за своей ценности. Люди сегодня их аккуратно кладут, и они очень-очень, скажем так, напряженно относятся, если кто-то трогает их телефон, и то, и это не они, и тем более, если берут их телефон, используют не по назначению, а для других вещей. По этой причине это как бы как ценная вещь, которую не используют не по назначению и оберегают ее, чтобы она не испортилась. Таким образом, это мукцы и хаматки-самкисты, то есть, в принципе, муфта-звезда ценности, и тогда вообще переносить и трогать нельзя. С другой стороны, и кто хочет облегчить, и когда ему, то есть, телефон, допустим, звенит, в нем будильник, и ты уже не знаешь, куда себя девать, и ты хочешь у кого-то убрать этот телефон, то понятно, что можно положиться на то, что в конце концов у телефона есть еще несколько функций, кроме как звонить и использовать его напрямую, также и часы, они тоже в каком-то смысле, будет единственным, чем можно использовать, и поэтому он клещем и лавтоли-су, то есть, да, а не мукцем и хаматки-самкист, и тогда можно его перенести, засунуть в шкаф, в шифонер, чтобы он там звенел одежде и меньше звенел в ванну. Можно на него, конечно, подушку положить. Я думаю, с телефона мы разобрались. Теперь перейдем к вещи, которые вы, наверное, думаете, которые мы упомянули уже, но сейчас давайте с ней больше разберемся. Мы упомянули рожба. Рожба говорит, что по кастрюле, в которых мы варим, является клещем и мукцем. То есть, да, клещем и лавтоли-су, почему? Потому что центральное предназначение кастрюли в ней варить. Кастрюли, сковородки, посудины, в которой готовят что-то. Для этого она есть. Теперь раздается вопрос, стоп, а что теперь, кастрюлю не могу вытащить с холодильника и поставить ее на стол? И что делать? Ответ простой. Когда в кастрюле находится еда, то кастрюля аннулируется по отношению к еде, потому что еда более важна. Это называется, когда есть товарищ уитера, товарищ уитер, товарищ уитер, сопрещенное, разрешенное место, то у нас аннулируется, скажем так, в пользу одной из вещей, то есть противоположности, аннулируется в пользу того, что более важно. Так, еда более важна, чем сама кастрюля сейчас, потому что мы в шаббат нам нуждаемся в еде. Таким образом, кастрюля аннулируется по отношению к еде. И таким образом можно эту кастрюлю носить, поставить на стол, чтобы вытащить из нее еду и так далее, и так далее, и нет проблем в шаббат. Когда будет, то есть мы замужем заняться вопросом, а что будет, когда мы уже еду вытащили из кастрюли, или из, допустим, сковородки, шаровни и так далее? Что дальше? Ведь если мы уже вытащили, то уже кастрюля, получается, все, еды там нет, она больше не аннулируется к еде, она такая важна. Все, она возвращается в закон эмоции. Тут у нас включаются две головы. Во-первых, эта кастрюля нам будет на столе мешать, поэтому мы хотим ее убрать, и атака на клещем рактоли и сур, то есть предмет для запущенного действия, то мы ее можем передвинуть, чтобы она нам не мешала на столе. То есть лицо рыхмаху ради ее места. Второе, она грязная. Грязная кастрюля, стоящая на столе, нам сильно мешает. Мы это будем еще разбирать на других уроках, и она превращается в статус граф Шелерии, то есть принцип Шелерии, граф Шелерии. То есть эти законы будем изучать дальше. Это статус, то, что называется, как посуда наполнена отходами, то есть испражнениями. И она противна человеку. И таким образом мудрецы, когда есть граф Шелерии, то есть посуда наполнена испражнениями, она противна, мудрецы не запретили ее переносить, хотя они мудрецы. То же самое здесь, то есть на этом принципе. Кастрюля, которая пустая, которая грязная, нужно поставить, она стоящая на столе, вызывает у человека, скажем так, с точки зрения эстетическую неприязнь. И мудрецы в этом случае не запретили, и поэтому так выходишь на Бурак, и поэтому можно ее взять и убрать, перенести там и так далее. Окей, это с кастрюлями. Теперь, допустим, есть люди, которые оставляют еду, которую они приготовили в печке, то есть внутри духовки. или, допустим, держат там, скажем так, в духовке, в духовке, в духовке. Можно ли это еду вытащить оттуда, открывать, доставать, и так далее. Дело в том, что духовка как таковая, она предназначена и для разрешенных вещей. Допустим, в духовке держат и содержат всевозможные противни, и так далее. Но главная задача этой духовки для того, чтобы в нем готовить. Таким образом, это будет клещем или автолиесу, потому что большинство используем для запрещенного действия. Но нам можно будет, разрешается открывать дверь этой духовки для того, чтобы вытащить ту еду, которая стоит там. Например, стоит там еда. У меня жена, то, что иногда мы вечером едим, то есть она готовится до шаббата, она оставляет там выключенные в духовке, оно остается теплым. То есть она потихонечку остывает, но оно еще остается теплым, достаточно теплым, хорошим, чтобы ставить на стол. По этой причине то есть вопрос, если доставать, можно достать, потому что это клещем для холиесу, это предмет для запрещенного действия. И вытащить оттуда еду, поэтому открыть дверь, это является тельтурлицорахмакуму. То есть это перенос ради места. То есть не нужно место, нужно открыть ее, чтобы достать. Мне мешается дверь, поэтому я сдвигаю эту дверь, открываю ее, хотя она клещем для холиесу, и вот я сплюду, потом закрываю. Или наоборот, я хочу поставить внутрь печки, допустим, я жду, чтобы не включена печка, то есть когда она включена, там вопросы бешуле, это мы отдельно учили. Я хочу оставить там что-то, то есть, тогда я могу открыть дверь и поставить, потому что я использую, использую печку, допустим, я хочу противник туда поставить назад, то есть да, в печку, то я могу открыть ее язык и по причине того, что это использование кличем для холиесу, то есть да, предмет для запрещенного действия, ради его разрешенного действия. Это тоже будет разрешено. Теперь еще одно. Допустим, у вас есть связка ключей, и на связке ключей вы забыли ключи от машины. Эти ключи от машины, они используются, тем более, когда у них еще брелок есть, это явный предмет для запрещенного действия. Почему? Потому что машина не запрещена в шаббат, и нечего с этим ключом делать, он открывает только машину. Он предназначен для машины по этой причине, все что-то, нечего с ним делать, он появляется в муке. Но он висит на связке, например, с другими ключами. В этих других ключах это ключи от дверей, от синагоги, от дома, не важно, связка ключей. Они разрешенные, то есть, да, эти ключи, эти ключи используются для разрешенной деятельности, поэтому у них нет запрета. Но есть ключ, который запрещен на эту же связку, ключ от машины. В этом случае мы видим, что связку мы видим как одно целое. Когда мы видим эту связку как одно целое, получается, что большая часть связки, она предназначена для разрешенного и важного в шабад действия, тогда как меньшинство, этот ключ, который для машины, он является предназначен для запрещенного действия. Таким образом, вся связка не является мукцией. То есть, в принципе, ее можно, эту связку, если вы забыли, снять ключ, изначально нужно снимать этот ключ. Но если вы забыли, вы можете взять связку и перенести, нет никакой проблемы с этим. С этим никакой проблемы нет? О, теперь задается вопрос. Стоп. А может быть, лучше взять и снять этот ключ, убрать? Нет. Пусть он там остается до конца шабад. Объясню почему. По причине того, что когда вы берете связку всю вместе, переносите этот ключ, который является мукцией, с другими ключами, которые мукцией не являются. В этом случае, то, что происходит, это называется тильтульминаца, то есть, да, переношение непрямым способом мукцией. И это менее проблематично, чем вы начнете вытаскивать ключ, который мукцией связки, и тогда вы точно держите этот ключ, и тогда вы точно его тянете, и тогда вы точно двигаете руками мукцией. И это точно запрещено. Поэтому, так написано, что наш мукцией связки, и поэтому стоит, скажем так, в этом деле оставить лучше ключ уже на связке и не пытаться его снимать в шаббат, если его там добыли в шаббат. Естественно, лучше всего до шаббата все это снимать. Тфилин. Если иногда вы тфилин забываете, люди забывают тфилин, нужно будет сдвигать так или иначе, он может вмешаться. Что с тфилином? Есть очень интересная вещь. Рома в законах мукцией пишет, что тфилин является кличем и рахтулийтым. Это предмет, использование которого разрешено, для разрешенного действия. И тут сразу задают вопрос Таза Магена в рам, на рама, и говорят, как так? Ведь по галахе, так написано в шурханаруке, в законах тфилина, запрещено накладывать тфилин в шаббаты и праздники. Запрещено. А как это может быть? Если его запрещено накладывать, то получается запрещенное действие в шаббат, накладывает тфилин. Таким образом, тфилин становится в шаббат и праздник предметом для запрещенного действия. Так как ты говоришь, что он предмет для запрещенного действия? Есть ответы, несколько, есть ответы, которые говорят, по-настоящему тфилин можно накладывать не только ради заповеди. Это в шаббаты нельзя ради заповеди накладывать. Почему, кстати, нельзя в шаббат и праздник накладывать тфилин ради заповеди? Потому что тфилин, это в чем его задача? Тфилин, его задача отдавать святость еврею в будний день. То есть надо вносить святость в день, чтобы в день он был освящен. Праздники шаббат и так освящены, Поэтому не нужен тфилин, чтобы добавлять эту святость. И поэтому шаббат и юмтов не одевают тфилин. В любом случае. Почему? Да, Рема считает, что тфилин не является запрещенным предметом, потому что их ему можно накладывать не ради запад, что имеется в виду, а для того, чтобы он сохранить, чтобы он не испортился. И тогда они не являются предметом для запрещенного действия, потому что если я сохраняю тфилин, то я не делаю запрещенное действие. Но обычно тфилин действительно накладывают ради исполнения заповеди. И таким образом мы идем по большинству его использования, то есть, да, из разных его действий. Но тут очень интересная вещь. Когда мы говорим, что клишим и лахтоли и сур, когда у него есть два использования, запрещенное и разрешенное, и мы вычисляем, чего больше того или другого, чтобы определить этот предмет для запрещенного действия или для разрешенного. То есть, это будет мукция или это не будет мукция. Как мы определяем? Мы определяем, когда речь идет о двух разных действиях с этим же предметом. Когда же мы говорим об одном и том же действии, изменение будет, это запрещенное действие, разрешенное, только из-за того, оно будет зависеть от изменения статуса, запрещено или разрешено, будет зависеть только от того, что я подразумеваю, когда это делаю. То есть, да, филин будет запрещен одеваться в шаббат, если я подразумеваю, исполнять заповедь шаббат-филин, это будет запрещено. А если я накладываю филин для того, чтобы сохранить, то это не будет запрещенное действие, но действие одно и то же. Разница лишь только, в чем я подразумеваю, что я подразумеваю, делаю это действие. Таким образом, в этом случае не срабатывает понятие рофтошмишо, то есть, да, большая часть его использования. А дело в том, что он остается, скажем так, в статусе хотя бы половины на половине, тогда он не является клишем рофтолиесу. То есть, так можно объяснить, почему Ромай подсказал. В любом случае, принято среди, то есть, как бы, всеми принято на галаху, что если филин может пострадать, то есть, да, если его не уберутся, не возьмут в шаббат руки, или он может оскверниться, то есть, да, по тем или иным способам, то в этом случае можно переносить филин в шаббат. В отличие от всех других предметов, которые являются кличем рофтолиесу, которые, даже если они пострадают или им будут нанесены ущерб, их запрещено переносить, как мы это уже общим. Может, почему? Почему? Может быть объяснение к тому, что мы полагаемся на Рома. Или из-за святости филин разрешили, то есть, для того, чтобы их спасать. Мы должны задаться вопросом. Давайте подумаем. Мы филин всегда оберегаем, филин очень бережно относимся. Мы филин не дадим ни в коем случае его использовать для чего-либо другого. То есть, почему он не переходит статус мукцами хматых сонгписов? Имеется в виду, что мукцы, которые становятся мукцами из-за своей ценности, и тогда вообще нельзя переносить пирогику флора, нельзя, мукцы. Ответ на это очень интересно приводится в Шмирад Шаббат Илхатта от имени Тосефик Шаббат. Он говорит так, что святые свитки, то есть, цифры и кодышки, твои кодышки, они на одну ступень легче, чем любая мукца. Поэтому любая святой текст, который часто используется, является автоматическим, как еда. Таким образом, кстати, и этот факт, он создается как еда. Еда можно переносить, понятно, в Шаббат, как пуш. И даже когда мы говорим о книге, о святом тексте, которая не часто используется, то тоже будет облегчим. Таким образом, Тфилин, хотя есть место сказать, что он мукцы, 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 мукцы. Можем сказать, что Тфилин, это мукцы, 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 мукцы. Но Тфилин, это как святые свитки и так далее. У него из-за его святости и его использования, у него уровень запрета, то есть, да, переносить Шаббат, и так далее, ниже на 1. Таким образом, он перестает быть муксом и храматхи срок диск, и как минимум, если он не полностью разрешен, то он кличем рафтоли и срок, то есть, что он можно разрешить ради его предназначения или ради его места переносения. То есть, или когда надо спасать, чтобы он не оспвернился. И это строится еще на том, то есть, добавляет рафтоли и срок, из-за того, что можно одеть филин для того, чтобы для его сохранности, то это добавляет ему, что есть у него разрешенный предназначение, поэтому нельзя записать в муксом и храматхи срокис, потому что никто, скажем так, не видит проблему, накладывает филин ради того, чтобы его сохранить. Более того, Курбан Анатолин, допустим, написал, что можно брать филин и с собой для того, чтобы учиться, для того, чтобы учиться и учить с помощью филинов законы филинов всевозможные. И таким образом, это явно разрешенное действие в шаббат, что снова не делает это муксом и храматхи срокиск, а оставляет лишь, скажем так, в стадии, в определении клещем и рахто лейсу. Окей, давайте, то есть, чтобы мы немножко, скажем так, поучили разные аспекты, подведем такой практический итог, чтобы было понятно. Филин, в конце концов, на галаху считается клещем и рахто лейсу, то есть, предмет, который его основное занятие, то есть, используется для запрещенных действий в шаббат. Почему? Потому что запрещено их накладывать в шаббат и в праздник. Таким образом, только ради его использования, то есть, ради его использования разрешенного в шаббат, например, кто-то хочет найти детей, как сгула, то есть, да, сгула для того, чтобы спастись от опасностей, потому что филин защищает от опасностей, это ли цорракуфу или ли цоррак мэпумо, то есть, да, когда им нужно место, например, вы забыли тфилин, когда лежат в сумке тфилин, и талит один на другом, и вам нужен талиб, и тфилин вам мешает в шаббат, то можно сдвинуть тфилин для того, чтобы взять талиб, и это будет разрешено. Так написали таз, омаген, абрам. В крайних случаях, когда тфилин может пострадать или быть оскверненным, мудрецы разрешили, в отличие от всех остальных предметов, которые являются ключом лихо-лису, мудрецы разрешили нам его переносить. Окей, это с тфилином. Сейчас мы поговорим немножечко о передвижении горшков с цветами по дому. Дело в том, что горшки с цветами на улице, если нет, тем более с дырочками переносить нельзя, в любом случае, по причине того, что считается КОЦР, и мы это уже изучали, поэтому мы в это возвращаться не будем, мы говорим, то есть тогда, когда у нас нет проблем с КОЦР, или наоборот, с ЗУРЭ, то есть когда мы не переносим над землей, когда у нас есть, нет проблемы переносить его из-за того, что как будто мы вырываем из места, где он растет. эти законы мы учили, кто хочет, может открыть уроки, есть записи на них, которые говорят там или ЗУРЭ, то есть запрещенные работы, то есть срезать, мы там разбирали и горшки. Мы говорим только по поводу мукцы, то есть да, в тех случаях, когда переносить, так и да, теперь у нас вопрос, можно ли переносить. Шар Циун привел при Магадин, который, скажем так, немножко сомневается, является ли горшок с цветочком мукца. Почему? Потому что в принципе запрещено нюхать этот горшок, то есть горшочек дает то, что в нем растет, цветы не допустимого. Нюхать. И получается, что у горшка с цветком нет особого предназначения, что делать с ним шаббат. В Шведах Шаббат приводит спор по этому поводу. Является ли горшок с цветком шаббат мукца. И там принимается, что на Алаху принимается, приходит к такому выводу, что уж точно запрещено переносить его, если это лицо, роли цорок гуфов, роли цорок мукца. Если это не ради его прямого использования, разрешенного, естественно, или если нужно место этого горшочка. Кстати, Рафранк приводит напрямую, что декоративные цветочные горшки и так далее, цветами, в тех случаях, когда нет запрета переносить, является кличным рафористом. Предмет для запрещенного действия, их можно переносить, если нужно, а их для разрешенного действия, что-то разрешенное на стол построить, допустим, чтобы украсить стол, или их место, наоборот, они стоят на столе и мешаются накрыть скатер, то в этом случае можно. В любом случае, есть те, которые, кстати, считают, что это мукцы, абсолютная мукцы, по причине того, что, допустим, Шламей Латан считает, что это мукцы. Почему? Потому что в большинстве случаев горшок цветком вообще переносить нельзя, потому что из-за запрета зуреевых уцер, то есть сажать или наоборот срезать. И даже если мы пойдем по меню Хазуныши, то, что мы учили, когда мы говорили про эти запрещенные действия, что даже плитки мраморные на полу не помогают, и мы будем считать, что прикреплено, если есть дырочка в цветочном горшке, то мы будем считать, что это как будто он питается из земли, несмотря на то, что есть мрамор, все равно то есть нам это не поможет, по этой причине считается мукцы. На Галаху, в принципе, за то, что мы говорим о запрете мудрецов в конце концов, мы придем, скажем так, пойдем по более облегченным мнениям и будем, то есть считаем, что горшок является ничем иным, как предметом для запрещенного действия, и поэтому мы можем его использовать для сорок буфо, мукомо, то есть для его разрешенных действий, допустим, на стол, как мы сказали, поставили, чтобы было красиво, украсить, или наоборот убрать со стола, то есть сорок мукомо, то есть его место и так далее, и так далее. Окей, это то, что связано с предметами, у которых есть аспекты разрешенные, запрещенные, и так далее. Сейчас мы поговорим о предметах, которые используются для разрешенных вещей, то есть, они изначально для разрешенных, клиши милахто, легитер, предмет, который используются для разрешенных действий в шабах, стулья, столы, кровать, подушки, термос, например, часы, веник, и так далее, и так далее, и так далее. И у нас есть очень интересная вещь. Я скажу сначала головку, а потом разберемся, на чем оно стоит. даже эти предметы, несмотря на то, что все действия, которые для чего они используются, разрешенные, их можно брать, переносить, использовать, но их нельзя все равно носить просто так. Просто так, не имея какой-то надобности в них, трогать их нельзя и переносить просто так нельзя. На чем это стоит? Напомню, что когда мы учили по поводу того, что он их имьяк, когда вернусь в Вавилон и так далее, когда он видел вместе со старейшинами, что народ Израиля, скажем так, плохо соблюдает шаббат, то что он объясняет, то они запретили использовать и поднимать любые предметы, то есть трогать, переносить любые предметы, кроме трех. Мы это уже учили. И объявили их мукцам, что их нельзя передвигать, нельзя их трогать и так далее. После того, как народ вернулся и начал по-человечке соблюдать шаббат, то в трехэтапном, то есть, скажем так, три этапа облегчения, то есть вы знаете, как сегодня с короной, то есть, выход, то есть, да, есть облегчение поэтапное. И тут то же самое было, три этапа облегчения. В конце концов, разрешили переносить разрешенные предметы, которые использовали разрешенного тела. И там Рава объяснил, то есть, да, что разрешили, когда разрешали, то постановили так, что клиши милахтоли и сур, то есть предмет, который используют для запрещенного действия, его можно переносить только ради его, то есть, его самого, когда используют для разрешенного действия, или когда нужно его место. А разрешенные предметы разрешили, то есть, даже для того, чтобы их сохранить, то есть, перенести с солнца в тень. Таким образом получается, что весь разрешение переносить предметы, которые используются для разрешенных действий, оно было не абсолютное. Оно было только когда есть какая-то надобность в этом предмете, или мы хотим его сохранить, чтобы ему не было нанесено никакого ущерба. И таким образом, по мнению многих мудрецов первых поколений Хрешуни, среди них Ран, Магедмишны, как он учит из Рамбама, Рожбай, читает Рожба, считает, что даже предметы, которые абсолютно разрешены в применении, стулья, столы, подушки и так далее, мы имеем право переносить то, когда они нам нужны. То есть мы не имеем права просто так их брать и переносить, когда нам вообще никакой нужды в этом нету, их используя. То есть да, им тоже, то есть мы просто так их не переносим. И так на Галахуустею Шурханру, несмотря на то, что были мнения, которые считали, допустим, Раавья и Ритва, что разрешение было тотальное. То есть да, есть вещи, которые предметы, предназначенные для разрешенных действий, они полностью разрешены. Хочешь носить их так, хочешь носить их так, хочешь носить их так, передвигай так или иначе, нет в этом больше никакого-то запрета, но мудрецы последних поколений, охрунив, в конце концов, устражили, как мнение запрещающих, как шуханрук, по этой причине просто так мы не дергаем даже предметы, которые у нас нет никакого запрета, их с ними запрещено ничего не заделать, стулья, стволы и так далее, мы не сдвигаем это, когда нам нету надобности в этом. Напоследок, единственное, что я хочу затронуть, это вопрос некоторых предметов, разрешенных, которые используются, допустим, еда, книги, украшения, одежда, что с ними? Дело в том, что еда и книги, то есть, да, книги, свитки, еда никогда не попадали под запрет мудрецов, то есть даже на химья никогда их не запрещал вообще ни в каком виде. Таким образом, из-за того, что никогда не попадали под никакой запрет, то они являются полностью разрешенными, то есть на них вообще никакого даже минимального запрета нет, поэтому их можно переносить, трогать, двигать и так далее, даже если никакой нет у них надобности. Это относится к книгам, это относится к еде. По поводу одежды и украшений. Менуха Тава пишет, что одежда тоже является клещем и раскулитом, то есть предметом для разрешенного действия. И поэтому оно было, да, тоже когда-то в запрете на химья, то есть то, что на химья запретил, и поэтому сегодня, по мнению запрещающих, то, что у нас принято на голову, да, одежду нельзя просто так переносить, когда она тебе не нужна, то есть тебе нет никакой нужды переносить, то есть тебе не нужно ее одеть, или ты не хочешь ее убрать, чтобы она не пострадала. Просто так перенести, это тоже нельзя. Хотя, кто-то Шурхан говорит, что ничего подобного. Не украшения и одежда тоже никогда не были в запрете. Никогда-никогда. Поэтому, раз они никогда не были в запрете, нет никакой проблемы их переносить, даже когда-нибудь надо, нет, просто так их носить, не знаю. И так было установлено Аллахат, то есть по этому мнению по поводу одежды и украшений, так установил Илкут Йосеф. Теперь попробуем поговорить по поводу посуды, по поводу посуды. Есть очень интересный спор по поводу посуды, вилки, ножки, ножи, ложки, тарелки и так далее. Рамбам считает, так приводит шлаг, что в Мишне сказано, что только три предмета разрешили использовать, когда Нахимья полностью запретил все предметы, то есть всевозможные приборы, то всего лишь три прибора разрешил Нахимья для использования, из-за того, что не нужны были для еды. Это одно такое вот инструмент для разрезания высушенных фиников, также ложку для того, чтобы убирать грязь из кастрюли и маленький нож для того, чтобы резать им хлеб или мясо. Говорит Рамба, выходит, что Рамба Майшла, что любые другие предметы, любые другие инструменты, любые другие какие-то вещи были запрещены тотально. То есть это именно поименно три вещи разрешены. И так как они были в запрете, то когда они вышли из запрета, у них закон клеща милавтолитет, то есть предмет для жилого действия, поэтому их просто так, без надобности вообще никакой, и когда им не угрожает ни опасность, ни опасение, что они испортятся, или кто-то украдет, или что-то с ними станет, то их тоже нельзя переносить просто так. Так выходит, с другой стороны, Тосфо Троши Ширтеги Борьи, а с ними Тигеляли Даги, считает, что то, что Мишна упомянула, три предмета, три аксессуара, то есть три инструмента, это лавдавка, не обязательно именно три этих, это три представителя того, то есть это примеры тех предметов, которые использовали непосредственно для того, чтобы постоянно, чтобы с ними кушать. Из-за того, что использовали, чтобы с ними есть, то они не были запрещены никогда. Таким образом, любой предмет, который является предметом, использован напрямую для еды всегда, ложки, вилки, ножи, кастрюли, тарелки, стаканы и так далее, разрешены для передвижения, они являются опцией вообще никакой пастаси и вообще не запрещены никак, можно их передвигать, даже если тебе не нужно совершенно, даже если никакой надобности передвижения не надо, можно взять нож и крести вот так вот, играться с ним, хотя, допустим, по мнению Рамба, мы нельзя просто играться с ножом, играться с ножом это не нужда, то есть, да, какая-либо, поэтому будет запрещено, с точки зрения тос-футрош и так далее, можно. Мишнабура установил Аллаху как облегчающее мнение. Итак, Рау Владислав, кстати, Рау Владислав, это язык устрожил, Рау Владислав написал, допустим, человек, который злой, то есть, да, или у него нервный, ему нельзя, скажем, знаете, крутить вилку или нож или что-нибудь, ложку, знаете, как люди, когда они нервничают, надо ручку крутить, то в Шаббат ручку крутить нельзя, так нож, там, вся затравка крутят, или нож, или вилки и так далее, то есть, чтобы он это не крутил по причине того, что это использование пустое, которого нет, и это запрещено делать, потому что мы не разрешаем пустое использование для вещей. Хотя есть, которые облегчили, Аруха Шухан написал, что можно переносить, даже если получаешь удовольствие от самого переношения, то есть, трогания, то есть, если он играется с этим, то получение удовольствия. То есть, да, в принципе, Бог. То есть, да, в принципе, играться с... То есть, человек, который играется с этим предметом, то есть, посудой, с вилкой, ножом и так далее, то можно это делать. Выходит за руку Шерхана. На Галаху, из-за того, что вообще закон мудрецов, то мы устанавливаем как облегчающее мнение. То есть, да, что, в принципе, посуда, прямая посуда, которая используется непосредственно для еды всегда, она не будет никогда запрещена, ни в каком-то передвижении, при прикосновении и так далее. Хотя, если возможно это, если человеку это не сильно мешает, то есть, если у него нет проблем с этим, то лучше все, конечно же, устрожать, как устрожающее мнение и не играться просто так с посудой, а использовать ее или по назначению, или для того, чтобы, скажем так, если убрать ее, перенести, то есть, или для ее, для того, чтобы ее использовать, или для того, чтобы ее, скажем так, спасти от какого-либо ущерба. Так, на этом мы сегодня закончим. На следующем уроке мы с Божьей помощью займемся мукци ББ на шмашо, то есть, мукци, который запрет произошел посреди, то есть, в начале шабата, потом запрет ушел, и, по идее, как бы уже запрещенного ничего нету в этом предмете. Что с ним? А также мы поговорим про битуль клими и хино, то есть, да, когда мы посреди шабата берем предмет, который был разрешенный, и превращаем его в запрещенный. То есть, что с этим? Такие, скажем, полушабатные мукцы, и это мы разберем с Божьей помощью на следующем уроке. На данный момент урок закончен, всех, кто слушает записи. Всего вам хорошего, до новых встреч!